всем привет в эфире заметки о черкесии сегодня за окном плюс 15 весна тепло достаточно хотя всего лишь два дня назад метель была снег валил во всю холод зима в общем погода удивительная как она быстро меняется впечатляет даже как она резко меняться способна но очень хорошо что сегодня тепло поскольку сегодня праздник 8 марта международный женский день связи с этим я хочу поздравить всех моих подписчиков с этим замечательным днем и праздничным и весенним как он и должен был быть всегда учитывая ассоциации с цветами и весной этого праздника и в связи с таким вот поводом я хотел бы сегодняшний выпуск посвятить одной известной женщине черкесского происхождения вернее но наполовину она была черкешинка но так или иначе она относит себя и относила всегда себя к черкесскому миру и заслужила международного уровня уважения заслуги и память не только в нашей стране но и за рубежом поговорим сегодня об эльмисхан и дыговне хагундокова и так кто же эта женщина происходила она из аристократической дворянской семьи так называемых орков кабардинских с кабардинского села кармава которая нынче зовется каменномоски поселок в кабардино-балкарии ее отец константин николаевич был сыном войскового старшины терского казачьего войска из кабарды сам он оруженец терской области и до крещения он носил адыгское имя эдыг или едыдж как как известно некоторая часть черкесов предпочитала креститься принять русское имя в православии и дальше уже свою жизнь допустим и карьеру строить в россии под славянским именем некоторые источники называют его даже крестником русского императора ее отца был он очень известный такой военный служил в дикой дивизии был командиром второй бригады и вообще в принципе всю жизнь свою посвятил военной карьере сколько участвовал во всех вот крупных воинах и русско-японской войне и в первой мировой войне против немцев где заслужил множество таких высших наград государственных его даже когда-то хотели императорская семья хотела взять в окружении охраны петергофа в 1916 году но что-то он там не пришелся к лицу оказался очень хитрым императрицей но так или иначе про его жизнь я просто кратко скажу что он в свое время служил на дальнем востоке потом когда началась эта вся чехарда белое красное движение помогал денег ему в белом движении в его охране и пытался наладить связь с дальним востоком при этом там где его поставили на амуре еще при царском правительстве там он призывал сохранять спокойствие и не выступать с оружием не против какой власти у него кстати было восемь детей что касается матери эльмис хан елизаветы эмильевны бредовой происходила она из семьи тоже древнего рода но уже немецких аристократов германской империи довольно тоже известной фамилии и так сама эльмис хан родилась в санкт-петербурге в 1898 году училась в смольном институте благородных девиз где у нее первое было именно образование получено медицинское первичное оказание помощи в качестве медсестры во время первой мировой войны она работала в именно вот этих госпиталях сестрой милосердия военных госпиталях и примерно все наслед она была переведена на северный кавказ обратно на историческую свою родину родину своего отца там работая в госпитале она и познакомила с будущим мужем николаем баженовым от которых у них родился сын тоже николай сам ее муж активно участвовал военных действиях в гражданскую войну против красных на стороне белых был тяжело ранен тогда и они вынуждены были эмигрировать из страны именно под фамилией баженовой она и уехала из россии и стало известно позже в мире они не какое-то время вынуждены были эмигрировать в китай с мужем как бы вся семья уехала во францию сразу а получается они с мужем поехали в китай но муж там скоропостижно у нее скончался от этих ран полученных боях и она вынуждена была присоединиться к своей семье в во франции это произошло в двадцать втором году ну естественно прибыв во францию она задумала чем же ей зарабатывать на жизнь как ей жить дальше чем заниматься и поскольку она была ну красиво собой были хорошие внешние данные в двадцать третьем году она была замечена журналами мод и стала уже работать как модель у нее тогда появилось более известное имя как гали баженова или лейла как ее еще называли так вот парижские журналы мод сделали ее своей любимицей она стала появляться в светском обществе это в принципе свойственна была аристократии мигрантской потому что в общем-то многие из девушек аристократок они очень ухоженные были собой естественно красивые многие из них поэтому работали моделем ее в эти годы я заметила шанель или гали уже под именем гали заметила коко шанель и по совету князя кутузова пригласил ее на работу после чего ее лицо эсмельхан стала мелькать на страницах таких популярных изданий как вог и фемина как известно вог например сегодня также занимает довольно крупное место среди журналов мод муж сестры как раз эльмисхан который жил с ней во франции тогда писал так что она одевалась со вкусом и будучи манекенщицей всегда блистала своими нарядами которые и возможно давали дома для рекламы то есть арендованы причем по поводу феномена вот этого то как она быстро вошла в эту бизнес модельный историк моды александр васильев писал так что как раз то что я упоминал что когда стресс к существованию бестресс точнее к существованию многие из тысячи русских аристократов оказались за границей после эмиграции многие стали заниматься модой и дамы обладавшие великолепными манерами гордая осанка особым шаром становились актрисами и манекенщицами тип женщины эпохи арт-нуво создали именно русские аристократки изысканная высокая стройная черкешинка стала светской манекенщицей дома шанель это была одна из категорий моделей того времени манекенщицей отличавшейся редкой внешностью или громким титулом получали платье для выходов на светские рауты то есть в двадцать восьмом году эльмисхан открывает свой собственный модельный дом эльмис который специализируется на вечерних платьях с изысканной вышивкой эскизы для которых готовил ее родной брат георгий хунгдогов другой брат исмаил хунгдогов говорил о сестре что по характеру она была ну такая как мужчина очень строгим командиром но при этом всегда оставала женственной то есть в плане надежды вот поведение такого как бы вырали самовыражение да женственная была и те кто работали с ней по госпиталю медсестры они указывали что она заставляла женщин медсестер всегда одевать юбки потому что считала что даже на войне они должны оставаться женственными однако ее модельный дом долго просуществовать не смог четыре года всего он просуществовал в тридцать втором году она его вынуждена была закрыть и начать новое дело она стала заниматься отделкой и декорацией квартир под заказ через два года в тридцать четвертом году она находит второго мужа выходит замуж второй раз за графа французского станислава де луара ну который был достаточно обеспеченный человек который очень помог ей дальше продвигаться то что карьера инвестиции в принципе в этом деле в бизнесе она тогда приняла католичество и поменяла свое имя официально на ирен что касается графа он еще был сенатором помещиком крупным охотником и землевладельцем как я уже говорил она первую мировую участвовал уже в качестве медсестры также участвовала на и во второй мировой войне в качестве также медсестры у нее тогда был сын николай от брака с первого брака еще который как раз таки сражался в рядах американской армии во время итальянской кампании по освобождению италии под командованием генерала кларка и эльмис хан она поехала как раз таки в италию и там работала в госпитале командовала хирургическим отделением и передвижным госпиталем при этом начала она именно вот эту медицинскую свидетельность военную не там а еще в рядах французского сопротивления когда немцы оккупировали францию помогала им вот потом она перемещается вот в италии в разгар войны и там она скажем так благодаря своим действиям сумела спасти огромное количество жизни американских солдат при такой довольно жесткой жестокой даже битве исторической у монте кассино во время освобождения италии сорок третьем году за вот эти достижения перестроим первого иностранного полка кавалерии ее наградили званием крестной матери этого полка за то что она очень многих солдат спасла после войны она лично получила орден почетного легиона из рук самого президента франции шарль де голя но на этом она свою деятельность не остановила и переместилась из италии тогда в северную африку где открыла свои госпитали и боролась там со вспышками тифа и холеры к сожалению сын ее погиб в американской армии и вот работая в северной африке уже она ну это видимо как-то не сильно повлияло что она решила уйти в эту сферу она потом переместилась еще в алжир и там открыла дополнительно еще и дом для бедняков в общем на социальной в плане социальной помощи медицинской вот этой она очень была известным человеком заслужившим множество наград и как видим если из рук шарль де голя получала то есть это высшая форма признания во франции заслуг перед страной умерла она в 1985 году в возрасте 87 лет была похоронена с высочайшими воинскими почестями на русском кладбище Сен-Женевье-де-Буа где известные эмигранты все были похоронены во франции кроме вот тех наград которые я перечислил на нее были еще такие необычные как крест войны 39 45 года крест великого мужества золотой крест польской армии алая медаль Парижа медали за тунисскую итальянскую кампанию то есть целый набор именно в основном больше таких мужских наверное наград которые были присвоены этой такой маленькой хрупкой женщине ну видим такой сильный характер и как писала не так давно мадам де серенье журналист журнала фигаро которая написала о ней книгу вот буквально недавно она так писала что нам французам не так часто выпадает возможность переукрасить свою историю передать ей женственности благодаря элимисхан хагундоковой это удалось и этим мы французы обязаны вам кабардинцам при этом эта книга ну презентовалась как раз в кабардин-балкарии насколько я знаю и также насколько я видел история элимисхан хагундоковой также вошла в частью фильм о скарбе нагаплево черкешенка посвященного черкешенком которые отметились в истории как какими-то своими высочайшими заслугами и стали известны такая необычная женщина с таким обычным характером и судьбой кабардинского происхождения навсегда оставила вот крупный след в истории франции на этом у меня все делитесь с друзьями ставьте лайки комментируйте и до новых встреч всем пока